Эфир телеканала Утрар продолжает программу «Народная власть». Уважаемые телезрители, в студии работает Шудин Саидов. Здравствуйте. И как всегда у нас по пятницам в завершении рабочей недели приходят представители надзорного органа. Сегодня у нас в гостях заместитель прокурора по третьему мегаполису Ержапар Бергин. Мы вас приветствуем. Салома Литвуна. Если у вас есть вопросы, уважаемые телезрители, нашему гостю, звоните к нам в студию 21 44 50, а также на номера, которые вы видите на экране своих телевизоров. Мы сейчас вещаем в прямом эфире на официальном аккаунте в Инстаграм. Там тоже можете писать свои комментарии и на WhatsApp. И мы постараемся ответить на все вопросы заместителя прокурора, не каждый день приходит, так что воспользуйтесь этой возможностью. Господин прокурор, давайте с чего мы сегодня начнем. Какую полезную информацию вы расскажете для жителей? Сегодня подготовлена была тематика об исполнительной надписи. Что это? Это у нас, я начну со статистики. За 9 месяцев всего в городе Шимкенте нотариусами произведена выписка 1176 исполнительных надписей на сумму 6 млрд 818 млн тенге. Из них выписано в пользу банков второго уровня 134 млн суммы на сумму 284. Коллекторские организации тоже подают, в том числе микрокредитные организации. Например, согласно статье 92 Прим. 1 Закона Республики о нотариате для взыскания денег или истребования иного движимого имущества от должника нотариус совершает исполнительскую надпись в электронном виде посредством единой нотариальной информационной системы ИНИС при предъявлении подлинного документа, установленного за должность, на котором делается соответствующая отметка. Что она дает? Это дает право взыскать за должность вне судебного решения. То есть лишний раз длительные гражданские процессы не происходят. Эти вопросы, исполнительская надпись выписывается по бесспорным документам. В частности, это об исполнении обязательства основного на нотариальном удостоверенной сделке, раз, об исполнении обязательства основного на письменном сделке, срок исполнения, который наступил, и неисполненное обстоятельство признается должником, в том числе в ответе на претензии, направленную взыскателю. То есть стороны не оспаривают то, что есть такой долг, об исполнении обязательства основного, основанного на протесте векселе, ни платеже, ни акцепте, ни датирование акцепта совершенным нотариусом. Далее, обестрелить предметовый лизинга в соответствии с договором лизинга или законами Республики Казахстан. Ну, лизинговая система у нас хорошо развита в Казахстане. Об обращении взыскания на примет залога по истечению срока возврата кредита предъявлено ломбардом должнику законодательства. Далее, обзыскание задолженности собственника в помещении квартир, уклоняющих от участия в обязательствах на содержание общего имущества объекта кондоминиума, утверждаем законом Республики Казахстан, о жилищных отношениях, за исключением требований о взыскании дополнительных расходов, о взыскании задолженности на основании публичных договоров за фактически потребление электрическое, это по коммунальному, газ, свет, водоснабжение и другое, а также иных государственных договоров услуг согласно тарифам, и о взыскании арендных платежей ввиду их неуплаты в сроки, установленные сроком, о взыскании начисленных, но не выполненных работников заработной платы и иных платежей, в том числе о взыскании обязательных пенсионных отчислений и единых накопительных пенсионного фонда. И последнее, об исполнении соглашения об урегулировании споров заключенных порядка партисипативной процедуры. Да, вот вы сейчас про кондоминиумум сказали, очень много обращений бывает, что заключили с ними договор, но они свою работу не выполняют, и они жалуются, жалуются, а результата нет. Обязаны ли те компании, которые с жильцами заключают договор, исправлять все недочеты? Ну, в договоре прописано, стороны при заключении договора обязательно должны это предусмотреть. Стороны, которые обеспечивают коммунальную хозяйственную деятельность, они должны полностью соответствовать тем требованиям, которые они предлагают услуги. Это каждое направление по-своему берет на себя обязательства. Это газовое направление, коммуникабельное направление, также канализационное, и у каждого свой субъект, который должен этим заниматься. В случае каких-то проблем, которые возникают, за ними контроль осуществляет соответствующее жилищно-коммунальное хозяйство, управление жилищно-коммунального хозяйства, которое при Акимате города Шемкета. Они координируют эту работу. То есть по всем вопросам, где такие вопросы возникают, у них есть горячая линия, по этой горячей линии связываются. И, соответственно, сейчас тем более в период подготовки отопительной системы, наверное, таких вопросов периодически будут возникать, и, соответственно, сейчас идет хорошая подготовка. И, соответственно, какая это будет подготовка, а такое и будет начало отопительной системы. Но где-то, если будут моменты, горячая линия будет работать для устранения. Какие меры могут предпринять и помочь именно в прокуратуре? Мы, конечно, по каждому факту такого характера сами с проверками не заходим, но если обращаются, мы, соответственно, отправляем к субъекту, который этим занимается, как я вам только сказал, в жилищно-коммунальных хозяйствах, соответствующие поручения и информацию. О том, что здесь есть проблемы. Проблемы многоэтажного дома, частного характера. Тем более, я как курируемое направление административной практики и исполнительного производства, на это под руководством прокурора города постоянно обращаем внимание. К примеру, этот случай такой у нас был по газовому направлению. Многие строительные работы иногда приводят к тому, что повреждаются газовые трубы. И мы отработали статью применения статьи 305 кодекса об административных правонарушениях. В частности, это выражается в том, что кто должен был привлекать. Вот этот вопрос стоял всегда. Есть магистральный трубопровод, есть внутренний трубопровод, и субъекты, которые должны привлекать к административной ответственности, были всегда в сомнении, чья это территория. Но мы провели соответствующее межведомственное совещание, где определили этих людей, на кого это возложено, переписку ввели с центром, то есть соответствующими министерствам, где дали соответствующее разъяснение. И эта процедура сейчас работает. То есть по каждому факту сейчас будет реагирование. Вот вы курируете административные правонарушения. Скажите, пожалуйста, зачастую какие нарушения происходят у нас? Ну давайте в топе самым больше. В топе больше первоочередно конечно у нас идет это нарушение дорожно-транспортных происшествий. Меньше не стало? Наоборот, мне кажется, она увеличивается. Это тенденция правильно в связи с тем, что мы сейчас не мы, а администрация города отработала и установила порядка 1677 соответствующих камер фиксаторов Сергек, которые работают днем и ночью. Там нету человеческого фактора. Там нету человеческого фактора. поэтому они фиксируют все правонарушения. И в этом случае получается большое количество у нас лидирует конечно дорожно-транспортные происшествия. Из них штрафы доход государства свыше 7 миллиардов. Из них 5 миллиардов уже автоматически доход государства взысканно. Взыскиваемость в процентном соотношении у нас высокая. На уровне республики мы стоим на третьем месте по суммарным отношениям. А в процентном соотношении свыше 74%. То есть нарушение выявляется? Я думаю это естественный порядок выявления нарушений. Для того, чтобы в миллионном городе навести порядок это надо автоматизированная система работает и это дает уже сигнал всем любителям автоизды, что у нас все зафиксировано на уровне IT-технологии и плюс еще вот этих камер, которые отрабатывают все нарушения. Но у нас есть еще и обратная сторона. Эти камеры порой показывают неверные результаты. К примеру, очень много было обращений таких, к примеру, это самый такой случай, когда знак стоит 60, а штраф приходит за 40. С такими нарушениями они идут в полицию, там говорят, вот, пишите заявление, к вам можно обращаться? В смысле в прокуратуру? Ну, я вот скажу, в данном случае, как вы пример показываете, за 40, наверное, нарушений не бывает, штрафов не бывает, превышение скорости там бывает чуть больше, меньше. Есть добровольная уплата, которая в сокращенном порядке оплачивается 50%. В случае несогласия он может обжаловать его в суд, что вот эти действия не в порядке. Соответственно, если к нам обратятся, мы ему будем рекомендовать то же самое. Любое постановление, которое привлечение, протокол, все административные материалы обжалуются в суде. Мы, как участники этого процесса будем участвовать, если он захочет по просьбе, если даже это необязательная категория, если он захочет, чтобы мы участвовали, если он обратится с письмом соответствующим, то наши прокуроры дают соответствующее закручение. Рахмет, кормят, 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 сегодня студия мысляем Ержапар Берген Шымкен прокурор орынбасары. Сырақ келген икен, асалам алейкум, маған ешқандай хабар бермей, айпулды жеке сот орындаушуға берген акымшир полиция хандай шара стеге болады дейді, және ондай көлік менде жоқ. Ол бойынша бізге ары жазыңыздар. Біз оны мұхият қарап шығамыз. Көлік жоқ болса да ол жерде мүмкін мұнандай жағдай болу мүмкін. Егер бұрын сіздің атыңызда көлік болып, ол дұрыс рәсімдер мей, басқа адамға берілген болса, бірақ заңды түрде ол бізде жүргізу немесе бі бұрын өте жақсы тараған бас генераліне сенім қатпен келі, сенім қатпен берілетін тәртігі бойынша машиналарды көп сатып кететін тұғын. От сол проблема өте көп тұғайында. Ол сатуын сатат, бірақ аны сатып алушы азамат оны дергезінде өзінің атына жаздырмайды. Сонтан да оған кеген айпулдарын барлығы көлі кегесінің есебінде біп тұрады. Соны анықтау көрек. Егер дистепетін оны дай болатын болса, оны сот тарапымен осындай дәлелін айтып, өзгертуге болады. Тағыда бір сұрақ келген екен, мен үнімді даладан ұстап, Өстап әкетіп қаған байынкаматтың адамдары полиция мен әкімшіліктің адамдары оны дай зам бар ма деді? Енді ұстап болғанда бірінші ол жерде әр факты бойынша нақты зерделіу керек. Өгізде өзі әскереге шақырлыға тиісті болса. Егер оны ресмей түрде шақырған болса, ол туралы тиісті ақпарлар жіберілген ол үжі полиция арқылы шақырылып жеткізілуге шара көріледі. Оңдай қағаздарды байынкаматтың қызмеркерлері жіберуге құқық бар. Егер ол шақырған жерге келмесе, тиісті бір шақырғаннан келмесе, бірақ ол шақыру қағаздары оған жетті деген дәлелдер болатын болса, ол басқа жақта жықпасаше? Жықпасаше, онда баға беру бері. Ол қазыр табаны айтуға болмайты, оны ресмейтерде арғызан біретін болса. Бізде аскері прокуратурамыз үшірде регионалыдығы бар, солар айналысы ады. Вопрос пришел. Господин прокурор, мы жители дома проспект республики 15, стойка квартир сдаются по суточной по часовому шум гам у нас дети когда наведут порядок спрашивает проводили рейды но только никакого нет у ла и бергенова республика вон из республика 15 до ура в основе же это на русском добыл вопрос да да это какой район у нас это альфа-рабийский по моему да этот вопрос обсуждать не то что обсуждается по ним соответствующая мера принимается и создана группа результаты есть но ввиду того что не по некоторым позициям эти моменты могут где-то полностью не охвачены я думаю у нас прокуратура альфа-рабийского района уведомлена об этих ситуациях вчера даже вот мы осуществляли прием то есть таким города осуществлял прием и мы как участники вот этого приема руководители разных правоохранительных органов это в корме до который кормит там тоже вот этот вопрос он по республике айбергенова и там действующие меры которые проводятся они говорят есть результат но моменты привлечения могут быть другие люди привлекаются это надо устанавливать в рабочем порядке это будет делаться поэтому если конкретные такие факты есть без внимания их обращение это не останется я вот этот вопрос тоже запишу до проспект республики да у нас есть телефонный звонок пожалуйста сделайте громкость телевизора поменьше чтобы мы смогли с вами поговорить слушаем вас альфа-рабийского роботе а кому вы писали а кому вы писали телефона обратной связи можно а можно ваше имя фамилию но вот сейчас прокурор спрашивает ваше имя фамилию хотят с вами связаться и решить этот вопрос говорите желтоксан 6 и 8 минуточку уважаемые телезрители желтоксан 6 и 8 да между ними между между ними да так ваш адрес какой желтоксан 6 и 8 как вас можно найти номер 776 как 776 776 366 366 20903 как вам обращаться можно ну это занимается сейчас слушайте ответ спасибо ну это по ходатайству полиции местный исполнительный орган устанавливает соответствующие дорожные знаки то есть это надо в полицию сперва я думаю это надо не думаю необходимо было обратиться в полицию и соответственно если там такая ситуация есть небо уже поставили перри вопрос перед администрации если такие моменты есть наши ребята свяжутся у нас есть люди которые помощники которые будут завтра ну завтра может быть или же понедельник рабочий день в рабочий день свяжутся и более конкретно уточнять где в каком месте этот светофор должен стоять соответствует ли требованиям дорожно-транспортных рекомендаций вот эта процедура и если это обоснованные требования они будут его ставить вопрос с постановкой на реализацию понятно у нас есть телефонный звонок пожалуйста сделайте эфир сделать телевизор телевизор свой поменьше звук чтобы мы могли вас услышать сама масса это берез а это берез а кайбал кайбазар нахты номер айтыншин дома а кау-леси мурбазар ста та сура гнезбарма т.к. м м м ол бойынши да так уважаемые телезрители я напомню у нас в гостях я жапар берген он же заместитель прокурора по городу шимкент если у вас есть вопросы звоните к нам в студию 21 44 50 номера ватсап увидите на экране своих телевизоров у нас еще телефонный звонок слушаем вас салиметис тюрьмы алейкум салам айта берем сзади алиасы текиле эфир деса текиле эфир деса текиле эфир деса тетя берем сураган издакой ныз а у нас на шоула мазик аудана так а ата кушетта оскорщитет а масштаба хатты жердите так да от асу арызану шикым айтата уйдыша саваткан к сыну от жене из оба телефону на номер телефона айтныш ша 777 777 дальше 095 095 13 06 все рахмет сур айтас пабы свяжетесь да я был бойынша курем сенде жергілікті полиция блога эрбиды хиз меткерлер зерделели был суракты уэтынш бойынша аз матымызын нынга абайды и есімді аз маты ойынша егер ол бойынша егер теисті жағы қоралдарды қой уқажеттілігі бар босы қарастырады немесе өзірде патрулдық полицияның күш әрекетінді салға ұрык әртісізді тағды қойынрау бар бар сашын сар болоз. Так, Мирзахан, Мирзахан деген инстаграмда жазыбатыр. Сырағынызды қайтадан жасаныз, у нас просто слетел инстаграм, қайтадан жасаныз, оқып береміз сырағынызды. Тендап тұрмыз, сәлеметсіз, сайта беріңіз. Саламас, парламасы. Сәлеметсіз, сайта беріңіз, сұрағыныз, қоя беріңіз. Тендап тұрмыз, сұрағының бұлайды, не бойында? Атап, не бойында? Так. Так, тұрмыз, тұрмыз. Ну, бізде қонай баңыз, баңыз баңыз байлында, ұтайы ұйшоққан дайырды. Олан бүлік, жекап бейт ұйшоққан. Так. Ага. Айтап, чәйшоққан дайырды тұрмыз. Академия И они решили об этом решать, и они решили об этом решать, и они решили об этом решать. Болт. Какие у вас есть? Это какой программ? Какая программа? Нежели? У нас есть? Отбасы банк? Отбасы банк? Спасибо. 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 Здравствуйте. Вы можете телефон поудобнее взять? Вас плохо слышно? Спасибо. Говорите. Просто у нас, знаете, у нас мало головы? У нас машин очень много. У нас была в ладошаде. Мы здесь идем в ладошаде. У нас есть поле. У нас есть поле. Девушка, я прошу прощения. Вообще мы не можем понять вас. Вы можете поудобнее взять телефон? Слышите? Вы слышите? Да. Мы живем по Молдогуру. Улица Молдогуру. И машины здесь, знаете, буквально за час до двух часов. Здесь в ладошаде, например, столики здесь живут. Милиция ходит, игнорируют. Спасибо. Это где? Это вот, вот. Комиш Була, улица Молдогуру. Был же вопрос у вас? А, Молдогуру. Это вот возле колоса? Возле колоса, да? Да, вот возле Комиш Була базар. И заехать бывает во Мурсале, заехать не можем. Нурбазар рядом у вас с вами получается? Нурбазар рядом у вас там? Минуточку. Нурбазар рядом у вас? Не Нурбазар, то нет Була базар. Ага. Все, спасибо. Понятно. Ну, это практически один и тот же участок. В принципе, у нас такой вопрос первый был. Там только также по улице Молдогулова, но, видать, рынки разные. Вопрос схожий. Также будем рекомендовать мы работникам МПС, чтобы они отработали, посмотрели, насколько это достоверная информация. Если будут такие меры, необходимые принять, они примут. Еще телефонный звонок. Слушаем вас. Простите еще раз за навязчивость. У меня еще такая просьба от имени пешеходов. Пересечение дорог, Желтоксан, Тамерлановское шоссе и Бейбитшили. Там светофор для пешеходов горит всего 12 секунд. За это время машины стоят уже на пешеходном переходе. Угу. Спасибо. Хотя на Бейбитшили стоят в БПС. Бейбитшили. Какого они там ловят, чего они там ловят, мы не понимаем. Мы неоднократно обращались. Это какой светофор? Какой светофор она имеет в виду? Какой именно светофор? Вы слышите? Минуточку. Минуточку. Мы вас услышали. Минуточку. Вы можете нас послушать? Вы слышите? Слушаю, слушаю. Так, объясните еще раз, какой светофор это? Это, вот смотрите. Желтоксан. Желтоксан. Улица 4 дом. Желтоксан 4. Камерлановское шоссе 1А. И Бейбитшили. 24. 24. Спасибо. Бейбитшили. 22. Это вот этот тройной перекресток получается? Да. Многие спрашивают про маску, уважаемые телезрители. Да, я немного простыл. Прошу прощения, но в маске нужно сидеть. Вот. Очень много звонков. Я даже не знаю. Давайте сотовые возьмем. Слушаем вас. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Уберите громкость телевизора, пожалуйста, чтобы мы могли вас услышать. Алло, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. У меня вопрос к вам по перекрестку Толи-Би улица и Ташенева. Ташенова. Значит, да, Ташенова. На спуске с Толи-Би в сторону Орда-Басы перед светофором повесили знак «Разворот запрещен» в обратную сторону. Не поворот, а разворот запрещен. И получается следующее. Так как разворот запрещен, то на поворот налево водители делают и заезжают во двор Толи-Би 12А постоянно для разворота. Разворачиваются во дворе Толи-Би 12А, выезжают на Толи-Би, и поворачивают направо на ситуацию, поднимаются вверх. Все. Спасибо. У вас есть вопросы? Нет вопросов. Примерно. Так. Сегодня все вопросы по дорогам. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, побыстрее. Говорите сегодня только о машинах или вообще о машинах? Вопрос конкретный, пожалуйста, Валентина Григорьевна. Нет, а я о гражданских нарушениях? Говорите. Я хочу узнать, по указу президента, так вот, стедящий рядом заместитель прокурора, в смысле, вряд ли, я думаю, выполняет указания нашего... Вопрос конкретный, Валентина Григорьевна. Конкретный вопрос, пожалуйста. Что я хочу сказать? Если 9 месяцев подряд нарушает административное нарушение начальник полиции Абайского ВВД, я сколько-то из этого экрана увидела прокурорам, которые обещали принять меры, и никто абсолютно это не принял. Валентина Григорьевна. До тех пор, пока не выступил ваш гость от Таны с вашей лица управляющей, и через охранника я не передала документы. До каких пор начальник Абайского УВД будет издеваться над людьми? Валентина Григорьевна, все вас услышали, о чем говорит... Ситуация такая, подождите, давайте я вам сейчас разъясню. Валентина Григорьевна, мы ее очень сильно уважаем, она очень наш частый телезритель, наш почетный зритель. Представители прокуратуры все ходили туда к ней, представители разных управлений тоже ходили туда, представители полиции тоже ходили туда. Ну, если вот есть возможность, пусть еще раз ходят, пожалуйста. Хорошо, я поручу. Да, вот. По ее вопросу, наверное, тогда ее хорошо знают? Все знают. Если знают, тогда они будут знать, какой вопрос. Да, у нас есть... Она не озвучила вопрос, значит, эта проблема ее постоянно настораживает. Ее проблема, я вам скажу, она говорит, что над ней живут проститутки, вот, и мешать ей спать. А когда ходили туда представители полиции и прокуратуры, там выяснилось, что жители якобы сказали, что там живет, ну, они видели, что там живет семья. Вот такое вот непонятное... Ну, комиссионно, наверное, представителями разных, чтобы доверие было, представитель с администрацией, пускай комиссионно, пускай посмотрят. Хорошо. Мал орлаған адамдар усталды, но усталды. Но у них нет. Но у них нет. 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 Добрый вечер, господин прокурор. Я уже второй год пишу в Ембекшинский РОВД о мошенничестве. Нас обманул родственник вместе с другом, завладев нашими деньгами больше 55 миллионов тенге. До сих пор дело без движения, на звонки следователи вообще не отвечают, невозможно зайти к начальникам РОВД. Дело закрыли, потому что сказали, что нет состава преступления. На самом деле состав есть. Примите, пожалуйста, меры. Мы две семьи остались на улице. Следователь, имя, фамилию я не буду называть, да? Мне, наверное, заявитель кто. Фамилию надо заявить, если есть. Сейчас, секундочку. Пусть примут жесткий контроль. Ну, понятно. Напишите, пожалуйста, у меня есть номер телефона. Ну, давайте номер запишем. С ней свяжутся работники первого управления. Да. 8705. 139. И... Имение выходит здесь, да? Вот, выходит. Я записал этот телефон. Да, уважаемые телезрители. Телезрительницы, ваш номер записали, имя записали тоже. И так, следующий вопрос. Кешарық прокурормырза, сәлеметсіз. Бірнеше фирмалар тоу құрылыс салып жатқан жерлерге ескі беу лифтерді, жана лифтерді деп қойып жатқаннан хабарыныз бар ма? Аты жөнім, күпея устанызды сұраймын, дейді. Ол, енді, бұл факты бойыншы хабарым жоқ, бірақ егер бұндай сигналы балып жатқан болатын босы, ең кемінде бізге со мердегерлердің атын күпеялы түрде бізге бере версін, соған қарап, біз, енді, қай анализы сайқ, тексеру тағандауын алында, ондай фактілер бар ма жоқ? Господин прокурор, это вот 55 миллионов до тенге. Так, в инстаграм нам что пишет журналист? Мои комментарии зачитайте. Пришлите, я не вижу комментариев, все выздоравливайте. Спасибо большое, спасибо. Так, время нашего эфира. Ой, у нас уже время подходит к концу. Господин прокурор, у меня были несколько вопросов, но мы, к сожалению, не успеем их задать. Вам спасибо большое, что пришли. Время эфира нашего подошло к концу. Приходите, еще видите, как быстро время подошло. Да, не успеешь оглянуться. Да. В завершении эфира, что бы хотели сказать нашим телезрителям? Ну, я думаю, завершение эфира хотел поблагодарить за такую активность. Спасибо. 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 Уважаемые телезрители. Эфир телеканала «Утрар» продолжается. Мы с вами прощаемся уже до следующей недели. Имейте в виду, сейчас идет такой вирус, вот, к сожалению, тоже заболел. Не болейте, выздоравливайте. Хороших вам выходных. До свидания. До свидания.